Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хован, я вас приветствую на канале Иванова Наука. Замечательнейшая летняя погода, дождик идет, так приятно. Слушайте, специально не прячусь в теплицу куда-нибудь, потому что, ну, хоть ромок, но за лето нормально, тепло, хорошо, как в детстве. Но сегодня я вам расскажу об одном важном мероприятии, которое мы все, любители особенно томатов, перцев, баклажанов, огурцов, делаем в своих теплицах. И не только, а именно подкармливаем свои растения бором. Борные подкормки, уже мы ни разу не говорили, я давал рецепты, разные рецепты по подкормке бором. Они очень важны для цветения, для оплодотворения, для хорошей завязываемости многих растений. Бор необходим не только для цветов, он необходим и для листьев, и вообще для нормальной жизнедеятельности. И по этой причине мы пользуемся борными удобрениями в период цветения налива плодов довольно часто. Я давал рекомендации по борно-марганцевым подкормкам, которые являются чрезвычайно эффективными не только для томата, баклажана, огурца, перца, но и для всех растений без исключения. При этом существуют некоторые коммерческие препараты, бора, борсодержащие, которые широко продвигаются, пропихиваются коммерческими организациями, маркетологами, блогерами и так далее. Один из таких борсодержащих препаратов это вот такой борогум-М. Это борный препарат, ну заявлено, что это препарат с микроэлементами, с содержанием гуминовых удобрений. При этом вызывает удивление, желание пихать во все подряд эти самые. Они очень дешевые гуматы, добытые из бурых углей, они ужасно дешевые, поэтому их пхают везде, где только можно, и очень широко рекламируют. Но, во-первых, надо помнить, что избыток гуматов гораздо-гораздо-гораздо опаснее, чем их нехватка. Растения могут расти вообще без гуматов. В гидропонике, в гидропонике, на сегодняшний день в производстве, в голландских теплицах, ну где бы они ни находились, по голландской технологии так называемой, в минеральной вате, в кокосовом субстрате, салаты, огурцы, томаты, перцы, баклажаны, дыни, все растет без вообще единого миллиграмма, микрограмма этих гуматов. Поэтому растения без них нормально, могут отлично расти. А вот избыток гуматов является губительным. Это настолько хорошо известно, что является, ну просто уже, ну абсолютно доказанным фактом во всей агрономии. Но в отношении этого удобрения вызывает удивление не просто желание пхать везде, где надо и где не надо эти самые гуматы, но еще и важный факт, что гуминовые кислоты способны адсорбировать, захватывать и удерживать бор, в том числе в составе борной кислоты. Эти соединения не могут всасываться в растения. Они слишком крупные. Гуматы слишком крупные для того, чтобы всасываться в растения, например, с поверхности листьев. Захватывая различные микроэлементы, в том числе бор, они не способствуют их усвоению растениями. А особенно если их много, этих гуматов, они препятствуют усвоению микроэлементов растениями. И вот пара гуматы и бор является, по изжалу, одной из самых неудачных, которые только можно придумать в агрономии. Кто бы вам чего не говорил, какие бы хвалебные там надписи не делал производитель, какие бы там купленные блогеры или маркетологи не расписывали все преимущества этой комбинации гуматы плюс бор, в них нет никакого смысла. Тем более, что за них вы очень прилично переплачиваете. Если вы задумываете борные подкормки, возьмите самую обыкновенную борную кислоту. Это будет и дешевле, и эффективнее, чем подобные комбинации с гуматами. Вы можете брать и другие комбинации, например, такие, как препарат МакБор. Он не содержит гуматов, он содержит в своем составе сульфат магния и борную кислоту. В очень небольшом количестве борная кислота, но так, как надо, так, как надо. Натитна нужна в очень небольшом количестве. И обыкновенный сульфат магния. Это полностью растворимое удобрение. На разных сайтах имеются разные сведения о составе этого удобрения. Где-то пишут, что это кальциево-магниево-борное удобрение. Однако же, вот этот пакетик, на нем и не заявлено, что какой-либо кальций есть, и никакого кальция здесь и в помине нет. Это действительно нет. Мы это определили в лаборатории простым аналитическим методом, буквально качественным. Никакого кальция нет. Сульфат магния и борная кислота. При этом, вот этот препарат отличается колоссальной стоимостью. Вы можете купить за почти, ну, в 4 раза дешевле точно. Вы можете купить сульфат магния, чем вот он здесь. Вы можете 500 грамм за 2,5 рубля купить. А здесь 100 грамм почти за 2 рубля, за рубль 80. Ну, посчитайте, в 4 раза дороже получается. Плюс борную кислоту, за ничтожные же деньги. Поэтому за то, что производитель смешал для вас и 100 грамм отвесил борной кислоты и сульфата магния, вы будете переплачивать. Но тот, кто сорит деньгами, тот переплачивать может, пожалуйста, безусловно. Переплачивайте. Ну, я, например, всегда стараюсь предлагать такие комбинации, которые были бы не только эффективными, но еще и максимально доступными для широкого круга моих зрителей. Что ж, при проведении борных подкормок, борно-магниевых подкормок, не ошибитесь в выборе препаратов. Выбирайте наиболее оптимальный вариант для вашего кошелька и для вашего огорода. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи.